всем приветики ну а теперь если сразу хочу сравнить два монитора по качеству картинки этот все таки вроде мне кажется получше но у него есть небольшой какой-то мне кажется это либрак то ли что у него был углы обзора как-то хуже ну то есть особенно сверху вот сейчас к примеру просто посмотреть картинку как-то здесь более натуральнее такая вот здесь как-то более натуральнее такая мне кажется хотя сейчас вот солнце одинаково показывалось но тут почему-то хуже наловит и не знаю почему вот так нормально показывает вот здесь вот видно что лучше здесь как-то цвета так более поприятнее что ли в этом вот что там arı ünden я не знаю почему так иногда бывает тут когда показывает солнце допустим на здесь на этом солнце такое четенькое здесь такое пятно и не знаю почему глазами она одинаково выглядит как здесь так и здесь и на телефон конечно же не передает всю картинку в реале она немножко по-другому смотрится а вот сейчас не знаю почему здесь зеленее чем здесь вернее здесь вот на экране камеры а в реалии цвета абсолютно одинаковые что здесь темно вот такой как и здесь такой же здесь но на камере здесь почему-то он зеленее я не знаю почему то есть но все равно камера не передает почему-то камера здесь видит зеленее чем здесь хотя на самом деле оба вот такие вот а почему так я не знаю даже даже они нет они оба светлее чуть-чуть чуть-чуть светлее чем здесь но темнее чем здесь оба но почему-то оно вот так вот передает не знаю почему ну вот и в реале я посмотрел, как-то здесь цвета более такие более как-то приятнее, поряднее выглядят, чем здесь вот ну а вообще в чем минус, как бы сейчас попробую открыть какой-нибудь, или даже здесь можно картинку открыть ну вот, к примеру если отдельно на картинку взглянуть то есть отдельно вот сюда допустим, да и на эту же картинку отдельно вот сюда кажется здесь вот как-то так более реалистично что ли ну вот, смотрим сюда даже поближе можно вот так вот а потом перемещаемся вот сюда ну там как-то получше, мне кажется что это ТН-матрица а это IPS-матрица но IPS как-то оно как-то поживее что-ли, пореальнее смотрится даже если выключить фонарь который мешает сравните с ли цвета вот так вот вот так вот смотрится перейти сюда и здесь вот так вот смотрится здесь как-то цвета были получше что ли но вообще вообще если смотреть вот допустим типа сверху блин ну честно говоря вот угол обзора вот если так смотреть допустим да, камерой на чем-то на чем-то настроиться допустим так оно видно даже так оно видно что здесь как-то пореальнее что ли на угол обзора вот в реале когда смотришь здесь темнее ну видно же что здесь такое яркое и в принципе глаза различают там цвета но камера почему-то ну вот камерой в принципе можно настроиться а здесь ну в плане картинки да в данный момент в плане картинки картинка хорошо рассматривается но вот когда например потому что здесь все светлые цвета но видно что здесь стало темнее то есть здесь светлее такое а здесь только более темное вот оно и когда цвета здесь небе ну не такие яркие Я, например, тёмный, вот как этот парень, тогда оно вообще становится чёрным. И это прям жёстко, реально. То есть, когда смотришь на тёмные цвета, они прям вообще становятся, вообще аж чёрными становятся, и тогда сверху не видно ничего. То есть, вот, к примеру, сейчас. Кстати, я не знаю, почему так. В реале здесь картинка не такая, как на экране. Я вижу картинку темнее. Не знаю, почему она таким передаёт. Ну, вот, в общем, если посмотреть сверху, то, в принципе, здесь всё видно, вот здесь. Всё видно, в принципе. А здесь уже как-то оно... Ну, там он темнее стал. Если здесь оно, в принципе, по всему экрану одинаковое, то здесь оно как-то, ну, такое вот становится. Темноватое, что ли. Ну, то есть, если вот смотреть сверху и снизу, то здесь так вот лучше смотреть. Тут оно вот видно, аж потемнело. Или вот так вот оно видно, такое вот, типа... Ну, вот здесь даже серенькое такое. То вот так вот. Во, оно уже потемнелось. И так оно светло-серое, то так оно уже стало тёмно-серое. И то, это телефон видит, а глаза... На глазах оно ещё чернее. То есть, вот сейчас... Сейчас оно светлее вот здесь, чем на глазах. На глазах чуть-чуть темнее. Но вот сейчас... На глазах... Здесь оно темнее, чем на экране. Ну, на камере. То есть, не знаю. Ну, в общем, как-то... Именно, по идее, вот... Это ТН-матрица. У неё угол обзора 170 на 160. Или наоборот. А здесь 178 на 100... То, что считай, полный обзор. 178 на 178. Но при этом... При этом... У меня почему-то вот садишься ниже вот такого, да? То есть, ты опускаешься ниже, ты видишь хорошо, идёшь вбок хорошо, вбок хорошо. А именно сверху смотришь, и цвета темнеют почему-то. Хотя угол обзора должен быть со всех сторон одинаковый. Я не знаю, брак это или нет. Вот. Так что... Даже не знаю. Даже не знаю. Ну, а так вообще, как ни крути, цвета... Цвета здесь отличаются. То есть, здесь при тех же настройках, что здесь цвета другие, как бы. То есть, здесь белый как-то даже по-другому смотрится, чем здесь вот. То есть, там какой-то он, типа, такой... Я не знаю, такой более... Более такой... Желто... Более такой желтее здесь вот белый, чем здесь, что ли. Или мне так кажется. И настройки... Здесь тёплые, когда включаешь, прям вообще всё жёлтое становится. Ну, на белом цвете особенно видно. А здесь не так сильно жёлтое. Ну, вот. Потом... Ну, блин, здесь много всяких. Плюс здесь настройки очень... Нужно задать, типа, как оно будет чернее, не чернее, типа... Тут таких настроек нету. А так, в принципе, оно всё одинаково у меня стоит. Но именно вот настройки эти... Это как-то, блин... Сильно много настроек. И порой на белом оно вообще слишком ярко смотрится. Ну, вот. Если сравнять два монитора... Это старый, а это новый. Ну, здесь даже как-то белый серее, что ли. А здесь белее. Так вот, если глянуть... Ну, да, как-то... Как-то не знаю. Хотя это не белый, это более такой, как... Как и серый должен быть. То есть, примерно, вот, если глянуть, вон белый. Да, а здесь это не белый, это такой серый. Вот, белый, типа... Как-то так показать. Ну, как-то... Ну, даже если вот по серым сравнить, то есть по два... Не то чтобы белый, а как бы такой... Чуть-чуть сероватый цвет. Здесь как-то он так светлее, что ли, смотрится. Он тоже как бы серый, но по сравнению с белым, ну, то есть вот он. То есть, видно здесь такое прям белое, а здесь чуть серее. А здесь прям серое, то есть, здесь как-то и цвета отличаются даже немножко. То есть, вот он белый, а вот он немножко... Чуть-чуть темнее. И здесь тоже вот он белый, типа. И там серее. Ну, то есть, как-то даже цвета отличаются. Это при настройке исходный, типа. А если ставить теплый, то здесь прям все... Ну, здесь слабо желтеет, а здесь прямо сильно желтеет. Вот. Ну, плюс этот монитор шатчий будет, потому что вот он стоит, более-менее. Я его на книжке поставил, чтобы он повыше был. Но он, более-менее, нормально так крепко стоит. Ну, вроде бы, да, крепко так стоит. Ну, когда он за краешек берешь, там просто тоненькая ножка. Типа, когда за краешек берешь, типа, он... И пальчиком шевелишь, он прямом как болтается. Здесь шатается такой. Здесь так тоже сейчас происходит. Но дело в том, что он же стоит, там куча всяких бумаг лежит, и он сейчас неровно стоит, поэтому шатается. А если он бы на ровном столе стоял бы, я думаю, он бы не так сильно шатался. Здесь как-то посильнее шатается. Просто, ну вот. Вот, ну, в целом это не критично так вот, если по столу бить. В принципе, в принципе, нормально. Ничего особо, ничего особо не происходит. Это вчера, когда оно стояло, я поставил на стол, и, получается, оно там, часть висела, когда я нажимал, оно шевелился. А теперь, когда поставил на книжке, ну, просто чтобы его к стене поставить, чтобы он повыше стоял. Потому что здесь этот угол обзора, ты так вот сидишь вот ровно, смотришь, он нормально. Чуть начинаешь приподниматься вот так вот, и там уже темнеет. Не знаю, видно вам, не видно. О, оно уже начинает темнеет, даже вам видно. Здесь вот такое серенькое. Поднимаемся, и вот оно уже начинает темнеть, типа. И это прям глазам напрягает, как-то я повыше поставил, и оно уже как-то более понадежнее стало стоять. Но то, что здесь угол обзора, вот, что меня напрягает, это угол обзора. И то, что здесь сильно много настроек. То есть, вот если в старом мониторе, допустим, перейти в настройки, ты здесь можешь настроить, вот, контрастность, яркость. Дальше ты выходишь. И можешь настроить выбор входа. Но это нам не надо. Дальше регулировку звука. Это нам тоже не надо. Настройка цвета. Вот у меня, кстати, всегда стоял теплый. Он сразу желтее стал. Вот как. Он исходный. А вот он теплый. Желтее. Дальше идет информация. Это ерунда. Изображение вручную. Здесь автоматически контрастно. Типа яркость будет меняться. Время отклика мы стоим улучшены. Хотя я даже уже и забыл, что из всего можно менять. Заполнение экрана. И режим экрана у меня был отключен. Затем, если перейти пониже, у меня меню настройки. Это что? Язык. Информация о разрешении, положении менюшки. Фоновый экран. Это типа прозрачное менюшка автовыключения. Индикатор питания. Все. Дальше сброс настроек. Здесь же, здесь столько настроек, что прям порой удивляешься, что... Ну, здесь типа вход. Выбор входа. Вот он. HDMI. Oh my. Вот он HDMI. Регулировка звука, громкости и вход. Вот, кстати, здесь по HDMI можно... Все круто, что можно через HDMI кабель и видео и звук смотреть. Ну, то есть по HDMI и переходит и картинка на экран и звук. Режим просмотра. На том мониторе старом такого нет. То есть здесь есть режим просмотра. То есть можно вот сделать, допустим, игра. И вон она все темнее стала. Там фильм. Еще темнее. Интернет вообще темное какое-то. Но игра это, получается, самый светлый. Ну, я не знаю, почему, кстати. Почему у вас сейчас темнее? У вас там прям совсем темно становится. У меня не совсем темно. Вот. Потом что еще? Выходим. Почему он постоянно сбивается? Это немножко напрягает. Постоянно тыкать экран. Ну, контрастность и яркость тоже. Цветовое тоже. Вот это исходный стоит. Если поставить теплый. Вот какой сейчас здесь теплый сейчас стоит. То есть вот это сейчас стоит теплый. А здесь теплый не стоит. Хотя оно уже такое же, как там. А если поставить теплый. Так, это я не туда нажал. Вот он теплый. Нажимаем на него. Прям вообще все становится прям аж зеленым каким-то. Еще. То есть вообще желтым стал. То есть здесь без теплого выглядит все так, как здесь с теплым. А если вот здесь без теплого выглядит все так, как вот здесь с теплым. А если здесь включить теплый, то прям вообще белый становится аж желтым. То есть если вот перейти, допустим, сюда. Хотя здесь сейчас в данный момент не особо видно. Но если вот переключить там теплый на исходный. Вон прям белый становится. А нажимаем теплый. Оно видно сразу пожелтел. То есть прямо здесь. Прям сильно так вот все заметно. Вот. Потом что еще? Если перейти туда, где мы были. Так. Теплый. Потом световое пространство. Это здесь я RGV выбрал. Ограниченный диапазон. А хотя изначально здесь стоял, типа автоматический. И это был полный диапазон. И вон оно как-то меняется. Картинка даже непривычно становится. Оно такая становится более блеклое. А так более темное. То есть вот так становится. И оно более такое блеклое. А так темнее. Ну и как-то к темным я уже привык. Потому что я на том мониторе пользовался ограниченным. И уже за лет 5-6 сколько я им пользуюсь. Уже привык к таким темным более цветам. А тут они становятся более такие. Светлые. И как-то кажется, что они как выцвели. Все равно они вообще непривычно. Потом резкость. Типа картинка будет более четче прорисована. Но когда делаешь максимальную резкость. Аж углы появляются на некоторых. В тексте даже бывает квадрокубики появляются. Ну то есть тоже не очень. Фильтр синего. Типа больше. Картинка тоже больше начинает желтеть. Потому что уходит синий цвет. Ну это типа для глаз полезно. Если глаза устают. То потому что именно синий цвет. Типа говорят для глаз напряжен. Соотношение, заполнение. Стабилизация черного. Стабилизация черного тоже. Ты либо делаешь вот так. Это все черное. Это в ноль. Либо делаешь повыше. У тебя вот оно. Но тогда начинает видно на 100% зернистость. Начинает по углам быть видно. Я не знаю. Видно ли это вот если глянуть. Зернистость. Так. Сейчас. Воя. Я думаю вы тоже видите вот эту зернистость. Хотя если сделать. Я делал 70%. Уже особой зернистости. Ну как-то получше что ли. Оно становится темнее. Тоже это вот. То есть так оно светлее. Так ты делаешь тену. Я в общем поставил на 90 градусов. На 90. То есть тоже такое. Потом это расширенная яркость. Типа оно само подбирает. Но оно так подбирает как-то по тупому. Там где темный цвет. Оно делает темнее. А где белый еще светлее. То есть наоборот должно быть. Там где белый сильно ярко. Оно должно быть темнее. А там где черный, ну типа темно. Оно должно делать светлее. А оно наоборот. Черный затемняет. Белый осветляет. И в итоге это так. Глаза напрягает. Но зато благодаря этой РЦР. Картинка становится как-то четче. Но вот эти вот яркость бегания. Этой яркости. Это прямо вырубает. Вот. Потом время отклика. Время отклика тоже улучшено. Как и там у меня стояло. Ну и здесь тоже. Вот если зайти. То язык. Информация. О разрешении. Типа оно тебе будет сообщать. Да почему оно сбрасывает. Типа тоже бесит. Информация. Таймер. Меню. Через какое-то менюшку будет закрываться. Фон. Индикатор. Типа лампочка. Чтоб не горело. Но эко. Все как обычно. Типа это настройка монитора через видеокарту. Ну типа и все. Больше настройок нету. Но блин. Как-то меня напрягает то. Что здесь. Именно вот. Угол обзора. То есть когда я сажусь выше. Я привык сидеть где-то вот так вот. Примерно смотреть на монитор. И оно прямо темнее становится. И надо ставить его повыше. Чтоб ну так вот. Ну то есть не так сидеть как я привык. Я вот так обычно сижу. А вот так сидеть. То есть не так вот. А вот так типа. Надо сидеть. Ну я не знаю брак это или нет. Ну вообще пока что не знаю. Еще разбираюсь. Первый вечер. Ночью сидел. Типа потом день спал. И сейчас еще буду сидеть. Ну смотреть как оно. Ну вообще блин. Не знаю даже. Что-то как-то. Как-то немножко именно вот угол обзора. То что когда выше. Лучше когда ниже опускаешься. Оно темнело. Оно нет. Ниже как ни опускайся. Оно светло. А вот выше начинаешь подниматься. Темнеет. Ну а так в целом. Может быть оно даже и получше. Но я не знаю. Я пока еще толком не освоился. Буду еще дальше пробовать. Вот. Как-то так. На этом все. Всем пока.